Так, чат, ну чё, а можно глянуть, знаете что? А можно глянуть апвоут, можно глянуть, кстати. Вроде как, что самое страшное возбудило ночью? Отчего самого страшного, пугающего вы просыпались? Меня разбудил папа, он слепой, чтобы я проверил, всё ли в порядке с мамой, рак на последней стадии. Как оказалось, нет, она умерла. Ебать! Это было 13 лет назад. Однажды... Нихуя! Да мы с другоном были в походе и увидели медведя. Было решено переночевать у него в машине. Я долго переживал из-за медведя, так что прежде чем я заснул, прошла целая вечность. А сразу после того, как я заснул, я проснулся от криков и что-то схватило меня за лицо. Я сразу же заплакал, понимая, что медведь вот-вот мне его разорвёт. Но потом я понял, что это мой друг, которому просто приснился кошмар. Я был в гневе. Думаю, медведь... Бля, реально друг долбоёб. Я тоже был не в восторге, что два непонятных чела заснули у него в машине. Несколько лет назад я услышал глухой стук в коридор... Самое страшное, это когда тебя будит, а дома никого нет. Да, вот это реально пиздец. И моя четырёхлетняя дочь закричала от боли. Она упала и получила небольшой, но глубокий порез прямо над левой бровью. Когда я вышел в коридор, её лицо, руки и пижама были залиты кровью, а она прижимала руки к лицу. Я подумал, что она лишилась глаза. Быстрая поездка до неотложки, пара швов и всё в порядке. Однако практически вся седина, что у меня есть, появилась тем вечером. А у кого-нибудь ещё есть робот-пылесос? Когда отключают электричество, эти ублюдки начинают потеряно бродить туда-сюда, то и дело на что-нибудь натыкаясь. Абсолютно ужасающая охрень, если тебя это будет в три утра. Мой двухлетний ребёнок, который стоял надо мной с кухонным ножом. Ему захотелось яблочных долек в четыре утра. И каким-то образом у него получилось забраться на стол и вытащить нож. Теперь храним ножи в шкафчике. В январе этого года в час ночи в... Тупые дети, блядь. В мою спальню врезалась машина. Для тех, кто просил подробностей. Я тогда только вернулся домой, был в гостях у родителей и лёг спать примерно в 0.30. В час 0.04 ночи в мою спальню, смежную половину ванной комнаты, въехала машина. Ванная у меня примерно метр на метр, так что её разрушила полностью. А часть машины находилась у меня в спальне. После звонка в 911 мы с соседом вышли на улицу, чтобы узнать, где водитель. К счастью, с ним всё было в порядке. Он лежал на земле в шести метрах от машины. У него в салоне были пустые банки из-под пива и пузырьки из-под таблеток. К нам он сказал, что ему 25, но вскоре мы узнали от полиции, что ему 19. Вся эта ситуация была каким-то дурдомом, потому что арендодатель решил сам сделать ремонт. Последние два месяца я жил в го... Ебать, нихуя себе! ...гостиной и только... Бля, ещё и арендодатель ремонт сам сделал. Но хотя у него не было выбора, потому что, ебать, ты же не виноват, что в дом въехала машина, блядь. Только на прошлой неделе вернулся в свою комнату. Но вообще ситуация пиздец. Я рад, что наконец-то у меня снова есть спальня. Но ложиться там спать ночью всё ещё ссыкотно. И по той же причине я не могу пользоваться ванной после 10 вечера. В итоге всё будет в порядке, просто нужно привыкнуть. Когда меня разбудила мама подруги, чтобы сказать, что у входной двери меня ждут двое полицейских с моей мамой. Было 4 утра, я ночевала у подружки. Они пришли, чтобы сообщить, что мой папа умер. Прошло уже около 14 лет. Боюсь думать о том, что подобное пробуждение может когда-нибудь повториться. Бля, вот это на самом деле жёстко. Когда я училась в магистратуре, однажды я проснулась от того, что прямо надо мной стоит соседка и пристально смотрит на меня сверху. Бля, это крепотак ста. Она не могла решить, стоит меня будить или нет. Ей слышался низкий голос, который что-то бормочет со странными интервалами. Она разрывалась между в доме кто-то есть и настал момент, когда я по-настоящему схожу с ума. Она в то время изучала психологию. В итоге до нас дошло, что это был детектор дыма, который сигналил о том, что у него сели батарейки. Но господи бог... У меня сели батарейки. У меня сели батарейки. Ночью, блядь. Я не работаю. У меня сели батарейки. Замени мои батарейки. Бля, на самом деле можно охуеть. Боже, было очень страшно. Пожар в квартире. На этой неделе будет 5 лет, как все случилось. Мне тогда было около 5 лет. Проснулся от того, что кто-то ломится в задний вход дома. А когда дверь открылась, раздались выстрелы. Это был мой бывший отчим, который пришел, чтобы попытаться убить маму. Слава богу, у него ничего не получилось. Изменено. У нее появилось плохое предчувствие за пару недель до этого. И оно становилось все сильнее и сильнее. А в тот день предчувствие было настолько нехорошим, что она попросила очень близкого друга переночевать у нас на диване. Тут соболезную тебе, пацан. Заваливается чокнутый бывший. Стреляет из пистолета. Друг мамы ранен в ногу. А потом бывший набросился на него и начал кусать его за уши, пока мама колотила первого кухонным стулом. Честно говоря, я не знаю, что заставило его сдаться и уйти. Может боль в спине и кровь, которая шла из головы из-за упомянутого стула. Прошло уже 30 лет, а я так об этом и не спросил. В любом случае, все произошло, пока я прятался под одеялом в своей кровати через комнату от места событий. Бля, чувак напал с пистолетом, а потом начал кусать уши. Изменено 2. Мне было очень любопытно, и я позвонил маме, чтобы спросить. Она сказала, что его начало шатать из стороны в сторону от ударов стулом по голове. Поэтому, когда он был достаточно близко к входной двери, она вытолкнула его из дома и заперлась. Потом, конечно, позвонила в 911. Землетрясение магнитуды 6 баллов в 3 утра. Никогда не чувствовал себя настолько беспомощным. Я ждал, что на меня с потолка упадет вентилятор. Когда ты лежишь в постели, а поблизости нет никакого укрытия, приходится только держаться и надеяться, что все будет в порядке. Мой преподаватель математики позвал меня по имени больше 6 раз. В аудитории было 20 других учеников. А я в это время медленно просыпался, бормоча, «Шшш, потише». Даже не понимая, что на самом деле этот голос был не из сна. Звук... Блядь, хуйня. Короче, рассказываю кулсторию. В то время я жил с родителями в частном доме, и поэтому дверь закрывали не на ключ, а на защелку. Батя часто возвращался поздно. Я лег спать, и через часа 2-3 я услышал стук в окно. Такое уже бывало, поэтому я не обратил внимания, так как в соседней комнате сидел брат. Стук длился 4-5 минут и прекратился. Из-за того, что был сонный, мне было похуй. Но когда позвонил батя, и тот сказал, что это был не он, стало стрёмно. Кстати, вот эти, знаете, классический момент, когда ты сидишь, например, в доме ночью, а кто-то подходит к окну, вы его не видите, и просто стучит. Или вот даже вот вам момент, прикиньте, дождь на улице, ливень, темнота полнейшая. Вы сидите дома, и не кто-то подошел и стучит в окно, а рука просто вот так вот сбоку, то есть кто-то стоит за стенкой специально, и вот так рукой стучит в окно. Продолжай. Блядь, вот это сука ебать. Слук брачных криков лисы. Звучало, будто кричит женщина, и доносились они прямо за моим окном. Изменено 1. Вот крики лисы, которые я слышал тем вечером. Изменено 2. Альтернативное видео с лисой. Низкий лай моего пса. Обычно он сходит с ума, если за дверью кто-нибудь есть, или кто-то проходит по коридору. А потом он сел так, как никогда не делает, и пристально смотрел на дверь. Ничего не произошло, но было чертовски страшно, потому что все его поведение было не таким, как обычно. Как по мне, то, что выходит за рамки привычного, пугает больше, чем какие-то гротескные вещи, которые иногда случаются. Но он, кстати говоря, значит, что-то услышал. Вообще собаки в этом плане, конечно, охуенные. Они слышат заебись, все, они прямо сразу настороженки. Аф! Значит, аф! Аф! То есть дают знать тебе, что что-то не так. Их на самом деле надо за это поощрять. Потому что они вот этим лаймом сообщают о том, что что-то происходит. Типа что-то, что-то, что необычное для них. Они создают сигнал, такие, что-то, что-то хуйня какая-то, такие, хуйня, хуйня какая-то. Сигнал общей тревоги. А вообще можно, конечно, жить с каким-нибудь алабаем и забить вообще на всю хуй, потому что эту тварь даже не застрелишь. Потому что пока ты будешь не стрелять, она все равно успеет откусить тебе голову и прожевать ее. Но проблема, конечно, в том, что он может и тебя разъебать, блядь, если ему что-то не понравится. Который пронзительно вопил через динамик 1МС прямо за моей каютой, когда я был на подводной лодке. В сушилке, единственной на лодке, загорелась чья-то одежда. Я крепко спал и проснулся вообще не понимая, что к чему, напуганный до... А коты и потянутся, и дальше спят. На самом деле нет. Кошки тоже крайне чувствительные. Не знаю, как у вас, но вот мы... Я в детстве жил... У нас в детстве кошки были постоянно. И у нас кошки подходили к дверям и вот так вот садились, вот так вот. Они не мяукали, вот так вот. И у них уши вот так напрягались. И они вот так вот... Знаете, когда кот перестает быть расслабленным и там на что-нибудь смотрит? Вот так вот. Ну, такой сразу... Вот. И они типа сидят и вот такие... То есть, на самом деле, можно тоже понять. Да, шею еще вытягивают. Можно тоже понять. Можно тоже понять. К тому же, на самом деле, кошки, например, они привыкают к человеку и хозяину и они тоже встречают хозяев. Просто не как... Они как собаки. Они... Вы можете, например, часто наблюдать, что когда вы приходите, ваш кот уже сидит возле двери. Просто вот так. И смотрят на дверь. Но при этом он выглядит спокойным. То есть, они каким-то образом... Может быть, по звуку как-то привыкают. Еще что-то. Короче, они реагируют на чужого или нет? То есть, он почему-то как будто бы понимает, когда кто приходит. Потому что вот у нас был абсурд по-разному. Я помню, когда мама приходила домой, у нас кошки приходили заранее, прям прикиньте, в коридор, блядь. И просто сидели. Просто сидели они обычно, блядь. И при этом, когда кто-то там чужой или соседи, например, ходили в коридоре, соседи. Они вот так вот. То есть, я никогда не понимал. А как они понимают, блядь, что это не мы, например, там? То есть, это очень странно. То есть, что там кто-то чужой, блядь. Это странно. То есть, и как-то непонятно, как они понимают эту хуйню. Поэтому нет. Ну да, но многие кошки могут проигнорировать. До смерти из-за дыхающейся от дыма. Слова пожар и подводная лодка, использованные в одном предложении, вызывают у меня приступ тревоги. Крик моего отчима, убирайся нахер из нашего дома. Я тогда лежал в постели и подумал, что это было адресовано человеку. Но оказалось, то была соседская собака, лол. В ту ночь была буря, и она повалила одно из деревьев на наш забор. Так что собака забралась на задний двор, а потом в наш дом через дверцу для собак. Важное предисловие. В то время я жила одна, без соседей по квартире. Как-то раз я задремала в своей спальне. Мне приснился жуткий кошмар. А потом я проснулась от того, что какой-то странный мужчина стоит в моей комнате и светит фонариком мне в лицо, пока я лежу на кровати. Мы оба испугались до чертиков. Оказалось, что он был специалистом из-за дела эксплуатации и ремонта жилого комплекса. Кстати говоря, вот еще одна классическая хуйня, от которой достаточно стрёмно. Если вы лежите, например, и просто открываете глаза на секунду, когда переворачиваетесь на другой бок, и замечаете, как стоит в вашей комнате просто фигура какая-то, и вот так смотрит на вас. Широко открытыми глазами. При этом у него такое... От луны немножко только видно, вот его лицо в целом. И он просто так вот смотрит. Вот так безумными глазами. Знаете, не вот так вот, типа. Нет, а вот как так. Вот так, блядь, просто такие бездушными, блядь. Широкими, сука. Какими-то, блядь, абсолютно безэмоциональными, непонятно, глазами, блядь. Нет, эмоциональными. Эмоциональными, но как-то странно. Вот все вот эти классические приемы в реальной жизни достаточно стрёмные. То есть, вот меня лично это пугает сильнее, чем какой-нибудь, блядь, монстр. Вот чё-то вот монстры меня вообще не пугают. Мне ещё похуй, блядь. Это, наверное, из-за того, что я реалист. А вот люди ебаные, блядь, потому что я понимаю, что они реальные. Это проблема. ...которым я жила. И, наконец-то, пришёл по запросу на техобслуживание, которое я оставила где-то полгода назад. Он подумал, что в квартире никого нет, а затем услышал, как я мечусь от кошмара и пошёл заглянуть в тёмную спальню. Светонепроницаемые шторы. Светя фонариком, чтобы посмотреть, откуда шум. После того, как мы... Суть заключается в том, что, когда мы видим человека, который, вот, например, стоит в вашей комнате, мы сразу применяем на себя психологию жертвы. То есть мы чувствуем опасность и не забываем о том, что это человек, и, как бы, нам надо, по сути, бороться, а не, как бы, не сдаваться сразу же автоматически. Понимаете, о чём я? То есть, так или иначе, перед вами просто человек. Если вы встретили его днём, когда он на вас так смотрит, то вы бы отреагировали совсем иначе. Но из-за того, что обстановка иная, вы на себя сразу берёте психологию жертвы и, по сути, автоматически проёвываете и становитесь жертвой. То есть, единственный ваш шанс — это убежать. Но, с другой стороны, вы, например, вполне его можете отпиздить попытаться. Я к тому, что есть много шансов. Не факт даже, что он будет сильнее вас или ещё что-то. Другое дело, конечно, у него может быть ножик или что-то такое, но когда к вас уже пришли убивать, выбора особого и нет. Но когда вы напяливаете на себя психологию жертвы, то это вообще пиздец. То есть, вообще, шансы нулевые. Лучше всего держать биту под кроватью. Это абсолютно тупорылый, блядь, совет. Ты ей даже не воспользуешься. Лучше держать этот, как его, перцовый баллончик, если на то пошло, блядь. Мы оба отошли от состояния практически сердечного приступа. Он очень сильно извинялся и, наконец, починил мой мусоропровод. Но, Господи Иисусе, первые пару секунд это было пиздец, как страшно. Раньше у нас по соседству жил чудной старый лабрадор. Иногда ночью он приходил спать к нам. Пес был чудным, потому что он вставал на задние лапы, немного бегал так вокруг, а потом снова опускался на все четыре. Однажды ночью я проснулся от звука, будто у меня кто-то ходит. И примерно за пять секунд я чуть не обосрался, думая, что по моей комнате ходит ребенок, прежде чем понял, что это была та собака. Наверное, он так делал, чтобы ему дали еды. Ага. И что это значит? Это случилось буквально на прошлой неделе. Проснулся в два ночи от того, что моя собака рычит и кто-то светит мне в окно. Я совсем не понимал, что к чему, и пытался разобраться, что происходит, так как свет был от кого-то, кто пробрался на мой огороженный задний двор. Затем моя собака громко залаяла, и человек убежал. Однажды посреди... Бля, ебать, кстати, неприятная хуйня. Даже несмотря на то, что человек убежал, типа, он же может и вернуться потом. Да? Это же вообще же... Ночью меня разбудил сын. Он заполз ко мне в кровать и сказал, что ему мешает какой-то человек. Мамочка, можно я посплю с тобой? Мне какой-то человек мешает. Конечно, сыночек, ложись. Хорошо, мама. Спасибо, блядь. Обычно я иду к нему в комнату и прогоняю монстров, чтобы он мог вернуться и спать у себя. Так что я зашла туда и пригрозила воздуху, оставь моего сына в покое, тебе тут не место. Но в этот раз сын захотел остаться в моей комнате и не идти к себе в кровать. Так что я освободила для него место, подвинулась на край и заснула. Примерно через полчаса мне приснился ужасный осознанный сон, в котором высокий, закутанный в одежды мужчина стоит у моей стороны кровати и пихает меня в бок, говоря, что я прервала его веселье, так что теперь он будет мешать мне. Я не могла пошевелиться, и мне приходилось это терпеть, пока я не смогла собрать всю силу воли, чтобы сосредоточиться и сдвинуться с места. Паук, который упал... Понятно. ...пал мне на лицо. Оглядываясь назад, наверное, мелкий испугался не меньше моего, думая, что он случайно сорвался, но черт возьми, это было страшно. Да, это вообще, кстати, пиздец. Когда мне было 13, я заснул на своей руке. Проснулся от того, что перестал ее чувствовать, и в темноте комнаты, которая освещал только слабый лунный свет, я увидел руку до своей подушки. Конечно, рука была моей, но так как я ее абсолютно не чувствовал, я был на грани нервного срыва секунд 30, потому что подумал, что она ночью отвалилась. Я успокоился, а потом я ее передернул. Ебать, какой в 13 лет он тупорылый был. Женщина, которая кричала с просьбами о помощи. К ее счастью, мы были в большом жилом комплексе, и около 30 человек вышли на улицу, прежде чем кто-то смог запихнуть ее в багажник. Ее голова была обмотана клейкой лентой. Вся ситуация была довольно пиздецовой. Несколько лет назад я увидел в приюте щенка Динго в клетке животных, которых должны были уцепить. У меня большая территория у дома, так что я решил ее спасти. Она была замечательным созданием, но слишком дикой. Ее нельзя было приручить. В дом она никогда не заходила, а еще она не издала ни звука за все время, пока была у меня. К людям она подходила только, когда считала нужным. Единственное, что удерживало ее с нами, так это то, что она очень любила нашу собаку. В итоге она забеременела. К счастью, она держала щенков под одной из наших построек, устроив логово. Щенки Динго растут быстрее, чем щенки собак, и нам не нужна была целая стая. Поэтому мы нашли им всем хороших хозяев. Но одного щенка не смогли забрать в тот же день, что и остальных. Я боялся, что наша Динго убежит на волю вместе со щенком, так что решил взять его на ночь домой. Ночью я проснулся от того, что Динго стояла у меня на груди. Они на удивление легкие. Она смотрела на меня сверху вниз с холодными мертвыми глазами. Она пробралась в мою комнату и открыла дверь. У Динго запястья похожие на человеческие, и они могут поворачивать дверные ручки. Она постояла так с полминуты, а затем тихо вышла из комнаты. Думаю, так она хотела мне что-то сказать. И моя догадка о сообщении подтвердилась, когда я встал утром, и она притащила на капот моей машины мертвого лаби. Изменено. Так как мой коммент взлетел, пока я спал, я решил добавить фотки для контекста. Мама со щенками, которым 4 недели. Моя собака, Динго и тот щенок. Динго в тот день, когда я забрал ее из приюта. Два щенка. Щенок, которого я должен был отдать, когда я внезапно решил его оставить. Господи, у Динго есть запястье. Австралия, у вас там все норм? Большое спасибо за... Ебать, блядь. Чисто собака вошла, блядь, открыл дверь. Ну, блядь, кстати, неплохо... Неплохой я повод оказался, да, по итогу чат. Меня пугают лоси.